ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Законопроект, предусматривающий введение наказания за опасное вождение, получил отрицательную оценку российского правительства. Чиновникам не понравилось то, что в качестве доказательства нарушения в документе указывается только видеозапись. Коапом же оговаривается равенство всех материалов, изобличающих правонарушителя. Авторы инициативы предлагали штрафовать лихачей на 5000 рублей, при повторном случае от 5 до 10 тысяч, либо лишение прав на срок до одного года. Напомню, что под опасным вождением подразумеваются резкое торможение, препятствование обгону, шашечки и другие агрессивные маневры. ТРАССА 101 В России рассылать письма счастья давно пора не только автовладельцам, но и пешеходам и велосипедистам. Предложение, которое озвучивается в последние годы регулярно, вновь выдвинула общественная организация Национальный автомобильный союз. Главный вопрос – как идентифицировать пешего участника дорожного движения. Технологии такие существуют, заявляют активисты. Например, в московском метро в прошлом году была успешно внедрена система оплаты проезда посредством Face ID – распознавания лиц. Наказывают пешеходов с помощью видеокамер. Например, в Китае базой данных для правоохранительных органов служат социальные сети. ТРАССА 101 Рено запатентовало в России новую модель – компактный седан «Толиант». С весны прошлого года машины выпускают в Турции. По сути, она представляет собой двойника дачи «Логан» третьего поколения. Автомобиль оснащается бензиновыми моторами мощностью 65, 90 либо 100 лошадиных сил. Трансмиссия – механика, а в более дорогих комплектациях – вариатор. В списке оборудования – камера заднего вида, датчики света и дождя, запуск двигателя кнопкой и мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем. Добавлю, самый дешевый новый «Рено» в России – «Логан» второго поколения стоит сейчас от 1 миллиона 124 тысяч рублей. ТРАССА 101 На российском сайте «Фольксваген» снова публикуются начальные заводские ценники моделей. Эта информация последние несколько недель предоставлялась только по запросу. Ничего веселого нет. Стартовая стоимость седана «Поло» – 1 миллион 621 тысяч рублей. Тигуан – 3 миллиона 376 тысяч, Таос – 2 миллиона 829 тысяч. Минимальный прайс «Туарег» приблизился к 9 миллионам рублей. Всего в этом году немецкий автоконцерн поднимал цены на новые машины четыре раза. ТРАССА 101 General Motors поставил задачу разработать автомобиль для обучения вождению, в котором находится только ученик. Если там не будет инструктора, то исчезнет человеческий фактор, да и стоимость курсов снизится, говорят американцы. Оценивать успехи кандидата в водителя будет электроника на основе показаний многочисленных датчиков. Если новичок успешно освоит элементарные действия – ускорение, торможение, повороты – машина позволит ему действовать более свободно, а о сроках появления такого авто информации нет. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101. До свидания. ТРАССА 101 Субтитры создавал DimaTorzok